Сотни удельников и признаний на Сусветном Узровне. У 11-й раз юных эрудитов собрал у Гомеля Кубок Европы по интеллектуальной гульни, что декали. Мероприемство традиционно проходило в областном палаце творчества детей и молодых с подробностями Ганна Корольчук. Больше за 10 лет команды разных стран встречаются на национальных большинствах и великих турнирах, кому выпадет гонор ехать у Гомель на Европейский чемпионат. Все лета на спаборництва завитала 34 команды с 7 краин свету. Для правнания в самом первом турнире в 2004 году удельничали только Беларусь, Россия и Украина. До речи, Гомель по праве может лечиться международной столицей юнацких гульного розума, бо аналога у турниру нема. В этом году, как и зауседы, удельников чекает насыщенная программа и напруженная боротьба. Ну, будет, как всегда, будет игра сборных, будут приветственные слова, будут музыкальные паузы. Ну и потом, собственно, мы приступим к нашим играм. Первая игра – это медиа-игра, большой экран, там 4 разные игры. Ну, плюс «Что, где, когда» классическая, своя игра командная, брейн-ринг. Все это будет, все это будет играться 3 дня, очень плотненько все заставлено. Детям будет время только выбежать в парк, сказать «А-а-а-а-а-а» и забежать обратно. Подчас Кубку Европы команды школьников спаборничают у двух узростовых категориях – юниоры и ювеналы. При этом медали интеллектуалы отримливают за перемогу у четырех гульнях, самое главное из которых – «Что, декали», а самое видовищное – брейн-ринг. Тренеры команд, которые выгадывали не одно поколение эрудитов, признаются, что универсального рецепта, как выхавать переможцу, неяснует. Очень неоднозначный рецепт. Вы можете сделать ставку на какого-то очень умного эрудированного ребенка, и вдруг из него победитель не получился, просто в силу психологических причин. А другой такой упорный, такой волевой. И смотришь, он начинает наращивать какие-то знания. И вдруг из него получается прекрасный победитель. Причем обычно у таких ребят, у них бывает и очень хорошая коммуникативность. Не бывает вот этой гордыни. Но для этого с ними надо все время работать. У интеллектуальных гульнях есть важная особливость. У их спаборничают люди, объединенные одним культурно-молвным полем. До того, что в Заходной Европе у их массово не гуляют. Соправдные сутычки интеллекта у это советская спадщина на базе огольной культуры и русской мовы. Церемония открытия Кубка Европы транслировалась в режиме онлайн. А после ее отбился традиционный Кубок сборных, в котором выиграла команда Россия. По выниках трех дзен, сарод-перамужцев опынулись школьники с Гомеля, Мазера, Витебска, Санкт-Петербурга и Перми. Канна Коральчук, Михаил Рабко, телерадио-компания «Гомель».